чтобы людям возвестить великую радостную весть, что Иисус Христос умер и воскрес для спасения людей, для прощения грехов. И сегодня всех зовет покаянию. Тогда люди будут жить по-другому. Эта книга отвечает на все вопросы. Если вас интересует ваша душа, будущее, страны, мир, любой вопрос можете задавать. Да, я хочу задать один вопрос. Вот видите, вы скоблите бороду. Первый вопрос, зачем вы ее бреете? Вопрос. Вы мужчина? Зачем быть подкаблучником? Не надо. В одном доме две мамы, это много. Надо и папа, чтобы был в тяде. Это ваше личное убеждение. Адмирал Макаров с бородой, Достоевский, Толстой, все апостолы, пророки, я не выдумываю. Посмотрите, Фридрих Энгерс, Карл Маркс поменьше, у Ленина бородка, у Саллина усы, а у Хрущевой на голове уже ничего нет. И все по порядку идет. Не показатель. Ну, не показатель, но мужчина есть. Вовремя у него волосы появляются. И называется борода. Есть такая вещь, как чистота тела. Без бороды легче поддерживать чистоту. Без бороды – это женоподобные лица. И когда Давид... Это ваше личное мнение? Не мое личное мнение. Я считаю вам не где-то, а первая книга царств Библии. У Давида там кто-то знакомый был, и умер царь Наас. И послал он туда, чтобы там посочувствовали. А там сказали, это соглядаторы. И взяли полбороды, обрили. И полодежды отрезали. Давиду доложили, он их в Иерусалим не пустил. Сидите, пока отрастут бороды в Иерихоне в городе проклятия. И написано, они были очень обесчищены. А когда дочь Якова Дину изнасиловали, только обесчищена. Это хуже изнасилования. Очень обесчищена. Это было давно. Да, давно. Человек остался тот же самый. Человек остался тот же самый. Бог его таким же на свет пускает. Так у меня вопрос. Да. Вы только не ответили. Какой я не слышал? Человек же создан по подобию Божьему. Правильно? Правильно, духовно. Внешнего-то вида никакого Бог не имеет. Только где указано, что он только духовно создан по подобию, а не Бог? Ну, какой Бог? Богу нет места, причина. Его никто никогда не видел, потому и нарисовать не может. Хотя, считаем, 7 главу пророка Даниила видел ветхого днями. Но церковь запретила это рисовать. Это не соответствует действительности. Если скорость света 300 км в секунду, а сегодня обнаружили планеты, до которых 4 миллиарда световых лет. И там Бог. И там Бог, и всюду. Поэтому как его ты можешь изобразить? Когда он есть дух, написано «Бог есть дух». И видевший Бога не может жить. Другой. Нет, я спросил о другом. А я об этом ответил вам. По образу так написано. Какое? Я объясняю. Первое. Бог имеет свободу. И человеку дал свободу. Я отвечаю на свой собственный вопрос, если я спросил другое. Я отвечаю конкретно. Свойство Божие свободен. Творец. И человеку Бог дал эту же свободу. Ты можешь выбрать. Он говорит, я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение и проклятие. Огонь и воду. Избери жизнь. Зачем тебе погибать? Вот в чем дело-то. Свободу дал Бог. Подобие Богу. Бог творец. И человеку дал возможность изобретать и прочее. Бог вечен. И человек вечен. Человек не может умереть. Он из смерти переходит или в жизнь, или в смерть. Или в рай, или в ад. Не обязательно. Другого нет. Послание 2 Коринфянам. 5 глава 10 стих. Нет. Говорит, всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что делал, живя в теле, доброе или худое. И одни пойдут в муку вечную, а другие в жизнь вечную. Не понятно. Ладно. Удачи вам с вашими поставлениями. Вы можете зайти на наши ресурсы, которым равных нету. У меня канал есть. Во свете Библии Игнатий Лапкин. 20 800 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Одну на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Вы зайдете, вы скажете, это день счастья для вас наступил. Вот я истребил из слова «проблема». У меня его нету. А как? Нерешенный вопрос. Мы начинаем решать. Деревню с нуля строим одна. Где ни одного аборта. Ни одного развода. Вот дети. Удачи вам несет. Так, я жду вас в гости. Приходите по скайпу Игнатий Лапкин. И не слушайте люди, которые вам говорят плохие слова. И сами не говорите. За всякое праздное слово человек даст ответ в день суда. Так говорит Библия. Да, я слышал об этом. Вот представь себе. Ваш возраст и мой. Мне 81 год. Я прошел непростую школу. За слово Божие я прошел пять тюрем и лагерь. И нигде ни одного скверного слова не сказал. А зачем? За слово Божие. Чтоб там проповедовать. И там сколько людей пришло к Богу. А теперь я реабилитирован как политзаключенный со всеми льготами. И христианин получается, да? Я по-рославный христианин. Проповедник. И слушайте, у вас, какой у вас там Бог? Как это у нас? В любой храм зайдите православный, его увидите. Молятся слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и притсно, и во веки веков. Аминь. А почему у вас три Бога? Почему? Не три. Не три. Один, говорит. В Троице. Святой Бог. В смысле строится? Вот объясните мне смысл. А никто не объяснит. Это не объясняется. Это веры принимаются. Нет. В смысле не объясняется. Если Бог один, то почему три строится? Так, подождите. Знаете, под пьяную руку можно многое сказать. Вы объясните теперь мне, как луч света за одну секунду 300 тысяч километров проходит. Объясните. Я отвечаю, что этот вопрос не отвечается. Бог вечен, безначальный. Вы то, что рядом. Почему у мужчины борода растет, а у мужчины нет? Почему? Нет, я вам сравнение даю. Мы не знаем, что под носом совершается. А о Боге рассуждения нет. Верую. Написано, верую во единого Бога Отца Вседержителя. Единого. Творца неба и земли. Сына Его. Мы верим. Мы верим. Да, Его Отца неба и земли. Мы верим. А почему у вас троица? Да, потому что она троица. Почему она? Потому и троица. Почему безначальная? Потому что безначальная. Откуда Бог взялся? Неоткуда. Он вечен. Нет, именно. Почему троица-то? Не надо чамкать. Я уже пять раз ответил. Это не человеческого ума. Бог открыл. Нет. То есть вы матерками наполнили свою душу-то, и теперь у вас там все это булькает. Спокойно. Послал нас сюда свидетельствовать о Боге, чтобы люди не разбратничали, что их ждет муха вечная в огне с сатаной вместе. Вот какое дело-то. Зачем я пришел? Я не сам пришел. Бог послал меня. Сказать, что он умер, Христос за грехи людей и воскрес третий день. Чтобы веру в него имели жизнь вечную. Вот зачем мы здесь. А скажи мне, пожалуйста, почему Путин проезжает в Череповец? Вопрос-то не ко мне, а к нему. К нему вопрос? Ну и скажите, зачем я? Я отвечаю, почему я пришел сюда, из кухни сюда зашел. Я отвечу. Не знаю, знать не хочу. Вот так. Поэтому вопрос к нему. Вы о вере хотели бы поговорить? О душе? О чём? О вечности. О вечности, да. Господь нас послал с определенной целью. Есть такая книга. Как она называется? Библия. Библия. В ней дается ответ на все вопросы. Как этот мир был Богом сотворен? Как первые счета Адама и Ева согрешили? А вы считаете, что инцест между Адамом и Евой это нормально? Я не считаю. Я говорю, как написано. Мне зачем считать? Это история. Но только последствия. Это не история. Это был создан для дебилов, я считаю. Написано, в Адаме все умирают, а во Хрисе все оживут. Это мы не можем убрать. Послание к римлянам 6.23. Написано, возьмите за грех смерть. Адам с Евой нарушили то, что Бог сказал. Взяли плод из запретного дерева. И с этого времени прошло 7528 лет. И умерло за это время больше 100 миллиардов человек. И все это связано с тем согрешением. И поэтому на землю сошел Сын Божий Христос. Умер за грехи людей и воскрес. И теперь любой. Ну мы тогда еще не наверху. Вы перебили. И тогда любой сегодня может молиться Христу и получить прощение. Даром. По милосердию Божию. По любви Его к нам. По благодати. Говорите, что хотели сказать. Я считаю, что это полный бред. Да ваша подруга что-то хотела сказать. Я? Да, вы начали говорить, но не окончили. Ну хорошо. Раз вы так веруете и все это остальное, зачем вы сидите в чат-рулетке и смотрите? Я не сижу. Я работаю. Я не сижу. Работаете над чем? Работаю над душами. Христос сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И мы здесь находимся, а вот седьмой месяц уже 650 человек примерно нашли, которые пожелали узнать истину и которые желают выйти из этого мрака. А здесь 50% мужчин голые, занимаются всякой мерзостью. Процентов 90 католики, эти сказать, мусульмане. То есть самое блудливое, лживое все собралось здесь. Стоп, хорошо. А чем отличаются мусульмане от христианина? Ну, у нас я показал Библию, а у них главная книга вот эта. Ну, так это все равно же? Это разница большая. Говорят, да там почти все равно. У меня 38 книг вышло из печати, и одна посвящена этой книге. Разночтение с библейским текстом 5216. Ни два, ни три. Так. Какой вопрос? Говорите. Вы сами посчитали вот это все. Как это? Я преподавался в пяти университетах, в тринадцати школах, три программы регулярно, во всех отделах милиции. У меня стаж 58 лет проповедника. Я с кем только не встречался. Вот у меня вышло из печати 38 томов книг. И Бог положил на сердце подарить бедной библиотеке. Мы в Барнауле. Мы дошли из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Португалия. В Скандинавию, Прибалтику прошли. Подарили книги в 650 городов. Один комплект 750 евро. И мы сделали подарок в 35 миллионов рублей. Подарок библиотекам. Почему? Во имя Христа. А был бы я неверующий, еще бы этого не было. Мы строим православную деревню. А одна деревня на всю страну, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. У нас ни одного аборта нет, ни одного развода. Как зарабатывать? А я не зарабатываю, я все бесплатно делаю. Нигде. А вы что живете? Ни в университетах, нигде. Ну, пенсия идет до последнего времени. Было 8 тысяч 140 один рубль. Вы воруете нас. А? Вы воруете у моей мамы, воруете моего папу, вы воруете у меня. Я плачу налоги, а с этих налогов вам платится пенсия. Ну, а где вы платите? Что вы заплатили на меня? Я? Да-да. Я, например, могла купить шоколадку. Ну, а какой вы заплатили? Когда я не... Я не получаю нигде. Вы мне еще могли заплатить? Налог. Ну-ка, давайте, давайте закончим. Папа, ваша мама, как они мне могли заплатить, когда я ничего не беру? Она просто немножко не соображает. Мы платим налоги... Ну, я платил налоги всю жизнь. Я платил налоги, пенсионный фонд. А как ты предлагаешь им? Я платил налоги, работал всю жизнь. И мне они никогда не выплатят обратно мои деньги. Я не про это говорю. Ну, вы неправильно сказали. Я совсем про другое говорю. Мне не... Я не могу говорить, что, типа, он работает бесплатно, но при этом мы ему платим. Вы не платите ничего мне. Мы платим. Ничего мы ему не платим. Понимаете, я создал лагерь. Слушай, так, подожди, не спорьте. Не спорьте. Откуда он... Послушай, послушай. Государство кто деньги дает? Так, подожди. Я не говорю, от государства ничего не получают. Давайте. Мне Господь позволил создать детский лагерь. Я начальник его, 48 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля государства нет. Я за свой счет должен был делать. Коллектив работает, кормим, ухаживаем. Один лагерь на всю страну. Если наркоман, в течение месяца он другим становится. Вы зайдите, посмотрите государственные фильмы, она снятая. У меня в Ютубе канал называется «Восвете Библии». Откройте. «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. В Ютубе откройте. Самый большой Ютубе канал на всю мировую сеть. У нас 20 800 роликов. Хорошо, мы зайдем посмотрим. Вы обязательно придите навстречу. Я не буду смотреть. Ну, это от вас зависит. Если написано «мудрый человек знает, да спросит», а глупый не знает и не спросит. Так решите, где. Я спросила. Так, все пока. Вас впереди ждут большие испытания при таком характере. Вы будете разведены, материтесь, научитесь. Зачем вам это надо? Иди в храм, помолись, сходи на исповедь. Я никогда не буду пройти. Только начнешь говорить, отключаются сразу. Я не русская. Вы не русская? Нет, не русская. А что вы не русская? А почему в России? Я мусульманка. Мусульманка? У, какая хорошая девушка. Так у вас такая книга есть? Да, мусульманка. Да. Ну, считай, что написано. Я не знаю. Не можешь, видишь как. А надо бы знать. Там написано по чтению старшим людям. Ногу так поднимать не надо перед мужчинами. Если это мусульманка, она никогда так не сделает. Они целомудренно живут в платках. А вы без платка ногу поднимаете выше живота. Это нехорошо. У нас по-другому не будет. Нет, нет, ничего не будет. Не надо обманывать. Мусульманки, они целомудренные. Они пример всем нам. Мусульманка раскладченная такая не будет. Я их хорошо знаю.